Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами пройдём произведение Юрия Ермолаева «Лучший друг». О чём наше произведение, мы узнаем после того, как прослушаем песенку. «Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей в юг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг». Итак, вы послушали песенку, определили, о чем она? Верно, ребята, и в произведение речь пойдет о дружбе. Мы будем говорить о том, что же такое дружба и в чем проявляется она. Откройте, пожалуйста, страницу 58 по учебнику. А пока я вам расскажу, кто же такой Юрий Иванович Ермолаев. Это детский писатель, актер. Прославился же, в свою очередь, Юрий Ермолаев не как актер, а именно как детский писатель. Писал он для детей рассказы, повести, сказки. Его любили дети за умение по-доброму посмеяться над своим героем. Вот известнейшее произведение Юрия Ермолаева. Это «Можете нас поздравить», «Дом отважных трусишков», «Але, Вава, мы уезжаем в Гагры». Он писал очень много веселых, задорных произведений. А сейчас, ребята, мы с вами познакомимся с произведением «Лучший друг». Но для начала я хочу, чтобы вы не прочитали произведение, а посмотрели на картинки, на иллюстрации. Что же мы видим, рассмотрев наши иллюстрации? Как, на ваш взгляд, о чем это произведение, либо о ком это произведение? Верно, о детях. Как вы видите на картинках, главными героями нашего произведения являются дети. А что делают ребята? Конечно же, как вы видите по картинке, они, видно, что играли во дворе. Один из мальчишек катается на самокате, а другой бежит за ним. Что же произошло потом, ребята? Да, верно, ребята. На второй картинке мальчик, который катался на самокате, обнимает того мальчика, который бежал за ним. Ребята, а теперь давайте я с вами прочитаю, и мы подтвердим наше предположение после прослушивания нашего рассказа. Оставил Коля свой самокат во дворе, а сам ушел обедать. Не успел поесть, как видит, на его самокате Вовка Чулков катается. Рассердился Коля и во двор побежал. Сейчас думает, отлуплю Вовку, чтоб чужие вещи без спроса не брал. Подскочил к нему сердитый, даже кулаки сжал, а Вовка увидел его и сказал мальчику, который рядом стоял. Знакомься, Игорек, это мой лучший друг Коля. Смутился Коля, разжал кулаки и неожиданно для себя сказал. Что же вы на самокате-то не катаетесь? Ребята, какие мысли, чувства у вас возникли после прослушивания рассказа? Верно, ребята, мы увидели, что даже нашему герою Коле стало стыдно, и он проявил себя как настоящий друг. Значит, наши предположения о дружбе детей подтвердились. Наш рассказ именно о дружбе. Ребята, давайте проведем с вами словарную работу. В этом произведении есть слова, значение которых вам может быть непонятно. Одно из этих слов смутился. Смутился, это растерялся. Также может быть вам неизвестно значение слова отлуплю. Отлуплю означает побью. Ребята, а теперь давайте с вами охарактеризуем героя. Перед вами герой рассказа, лучший друг Коля. Выберите, ребята, подходящие характеристики, то есть слова-признаки, каким Коля был до слов Вовы и каким Коля стал после слов Вовы. Наверное, вы уже догадались. Был Коля до злым, жадным, обидчивым и грубым. А после слов Вовы Чулкова он стал добрым, находчивым, внимательным и даже заботливым. Ребята, наверное, в классе вы между собой очень дружите. Давайте же с вами выберем законы дружбы. Что можно сюда отнести? Я вам прочитаю, а потом вы выберете. Не обманывай друга ни в чем, не предавай своего друга, не бегай по классу, не перебивай взрослых, береги учебники, мебель, один за всех и все за одного, помоги друзьям в беде. Остальные же, в свою очередь, предложения к законам дружбы не относятся. Ребята, как по-вашему, кого можно назвать лучшим другом? Конечно же, человека, который поможет вам в трудный момент, который не отвернется от вас и поделится всем тем, что есть у него с вами. И наш рассказ учит нас, чему, конечно же, то, что нужно не жадничать, нужно делиться со своими друзьями и оказывать своим друзьям своевременную помощь. Домашнее задание, ребята, прочитать рассказ и подготовить пересказ произведения Юрия Ермолаева «Лучший друг» на странице 58. Итак, ребята, а теперь перейдем на грамматику русского языка. Для начала послушайте небольшую сказку. Как-то гласные буквы стали спорить, кто из них важнее. А это я, кричала буква А. Я первая стою в азбуке. Я, 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 надрывалась буква Я. Я так говорит о себе каждый человек. А еще одногласная буква улыбнулась и промолвила. О чем вы говорите? Какие же вы главные, если на вас не будет падать ударение? Вас будет еле слышно. Во всем алфавите главное Я, потому что всегда ударное. Ребята, а вы можете назвать эту букву хвостунишку? Конечно же, это гласная буква Ё. Ребята, как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы будем говорить с вами об ударении. Своими молоточками они отмечают ударный слог. Давайте ознакомимся с правилами на странице 62 и 64. Что же такое ударение? Ударение – это произнесение одного из слогов слова с большей силой и длительностью. Ударное гласное находится в сильной позиции, а безударное гласное находится в слабой позиции. Ударный слог – это тот слог, на который падает ударение. Этот слог сильнее других произносится, то есть выделяется голосом. Слоги без ударения – это безударные слоги. Произносятся они, в свою очередь, в слабой позиции, как я уже вам говорила. Знак ударения ставится над гласной буквой. Ударный слог – ударный слог. Он назван так недаром. Эй, невидимка, молоток, отметь его ударом. И молоток стучит, стучит. И четко речь моя звучит. Ребята, иногда от перестановки ударения меняется смысл слова. Давайте же посмотрим это на примерах. Замок, проставим ударение, а теперь прочитаем их. Замок, слово замок, белки, белки, стрелки, стрелки, кружки, кружки. Ребята, как по-вашему эти слова имеют одинаковое значение? Конечно же нет. Пишутся они одинаково, но произносятся по-разному. И значение у этих слов различное. Давайте составим в свою очередь два предложения. Одно предложение со словом замок, то есть дворец, и замок, дверной замок. Например, у меня получилось так. В горах стоит древний замок. Ударение падает на первый слог, на гласную А. Папа купил новый замок. Ударение в слове замок падает уже на второй слог. Либо, например, слово белки и белки. На ветку дуба сели белки, устроив в роще посиделки. В слове белки ударение падает на первый слог. А в слове белки шеф-повар просит нас, сынки, для торта сбили мы белки. Ударение в слове белки падает на второй слог. Либо, к примеру, слово кружки и кружки. Ребята, слово кружки ударение падает на последний слог. Из теста сделали кружки, из них слепили пирожки. И в слове кружки ударение падает на первый слог. Компот налили в кружке. Отведайте, подружки. Итак, мы можем сделать с вами вывод, что смысл слова может зависеть от ударения. Также, ребята, запомните, в односложных словах ударение не ставится. Итак, ребята, для закрепления нашей темы предлагаю вам выполнить упражнение номер 2 на странице 62. Вы должны прочитать слова, разделить слова по столбикам и, в свою очередь, ответить на вопросы. По каким признакам вы будете их делить? Вот наши слова. Космонавт, платье, пароль, карандашик, замечательный мальчик. Перебегать, мести, выучить прекрасный ветерок и кораблик. Да, ребята, вы правы. Мы будем делить слова на несколько столбиков, а именно на 4, в зависимости от того, на какой же слог падает наше ударение. В словах платье, мальчик, вместе и выучить, как вы видите, ударение падает на первый слог. Платье, мальчик. В словах пароль, прекрасный, кораблик. Ударение падает на второй слог. Пароль, прекрасный, кораблик. На словах же космонавт, карандашик, замечательный, ветерок, ударение падает на третий слог. Космонавт, карандашик, замечательный. Одно слово, это слово перебегать. В свою очередь, в этом слове ударение падает на четвертый слог. Перебегать. После того, как вы разделили слова по столбикам, выписали их, не забывайте проставить знак ударения. Ребята, а сейчас проведем с вами Блиц-турнир. Итак, первый вопрос. Что же такое ударение? Конечно, ударение это есть сила голоса. Следующий вопрос. Какой слог называется ударным? Правильно, это тот, на который падает ударение. А какой гласный называется ударным? Это тот, на который, конечно, также падает ударение. Сколько может быть ударных слогов в слове, ребята? Ударный слог может быть только один. Ударная гласная также может быть только одна. Какой слог называется безударным? Верно, ребята, тот, на который ударение не падает. Ребята, а на сегодня наш урок подошел к концу. Надеюсь, что вы сами сможете выполнить домашнее задание. Домашнее задание это выполнить упражнение номер 3 на странице 62 по учебнику, а также выучить правила на страницах 62 и 64. До свидания, до скорых встреч! Здравствуйте, дорогие второклассники! Я рада приветствовать вас на уроке математики. Сегодня мы будем работать с вами на страничке 43. Откройте, пожалуйста, учебник, тетрадочку и приступим к работе. Итак, ребятки, давайте рассмотрим задание номер 1 на странице 43. У нас здесь дана табличка, и в ней дана информация о числе деревьев и цветов, которые посадил школьный коллектив на мероприятии, проведенном под лозунгом. Каждый сажает по одному дереву. Составьте различные задачи по таблице и расскажите их. Условия и решение двух задач представьте в письменной форме. Итак, ребятки, давайте посмотрим. У нас есть список деревьев и цветов. Фруктовые, декоративные, многолетние цветы, сезонные цветы. И дано количество. Давайте мы с вами определим, сколько всего деревьев посадили. Итак, у нас есть количество фруктовых деревьев, 32 дерева. Количество декоративных, 24. Нам нужно узнать, сколько всего. Запишем краткую запись. Вы тоже, ребятки, запишите в своей тетрадочке. Итак, ребятки, для того, чтобы узнать, сколько всего, мы должны количество фруктовых и количество декоративных деревьев сложить. То есть нам нужно найти сумму. У нас есть слагаемые 32, 24. Нам нужно найти сумму. Или же у нас есть часть 32, часть 24. Нам нужно найти целые. Так и запишем решение. То есть 32, 24 мы сложили и получили сумму 56. Значит, посадили всего 56 деревьев. Внимательно посмотрим еще раз на нашу табличку. У нас есть еще информация о цветах. Многолетние цветы и сезонные цветы. Если вы внимательно посмотрите на табличку, то вы увидите, что сезонных цветов было посажено больше, чем многолетних. Вот давайте мы с вами определим, насколько больше было посажено сезонных цветов. Многолетних 47 цветов, сезонных 65 цветов. Нам нужно узнать, насколько сезонных цветов больше, чем многолетних. Для того, чтобы узнать, ребятки, насколько больше или насколько меньше одно число другого, нужно от большего отнять меньшее, то есть от большего числа вычесть меньшее. Итак, запишем решение. Нам нужно из числа 65 вычесть число 47, и это будет 18. У нас сезонных цветов на 18 больше. Запишем ответ. Сезонных цветов на 18 больше. Итак, ребятки, давайте рассмотрим с вами задание номер 3 на странице 43. Для начала найдем сумму чисел 55 и 30. Это будет у нас 85. Если от числа 90 отнять 7, у нас получится, ребятки, 83. Мы должны сравнить число 85 и 83. Конечно же, мы поставим между ними знак больше. Первое слагаемое 42, второе слагаемое 50. Сумма будет у нас равна 92. От числа 75 нам нужно вычесть число 5. И это будет, ребятки, у нас 70. Сравнивая 92 и 70, сразу понятно, что 92 будет больше, чем 70. Поэтому мы поставим между ними знак больше. Найдем значение выражения 65, отнять 9. Если от числа 65 мы отнимем 9, у нас получится 56. От числа 85 отнимаем число 24. Сначала от 85, ребятки, отнимем 20. Подумайте внимательно. У нас получится 65. От 65 отнимаем 4. Получается 61. Теперь нам нужно сравнить эти два числа. 56 меньше, чем 61. Оставшиеся, ребятки, сравнение вы выполните самостоятельно. Давайте, ребятки, рассмотрим с вами задание номер 4 на странице 43. Определите, по какому правилу составлены примеры в первом столбике. Следуя этому правилу, добавьте остальные примеры. Решите. Итак, если мы посмотрим на первый столбик, то мы увидим, что нам нужно найти разность чисел. Причем уменьшаемое каждый раз, посмотрите внимательно, ребятки, уменьшается на 10. Что же касается вычитаемого, оно уменьшается, посмотрите внимательно, на 1. Тогда продолжим ряд. Во втором столбике тоже у нас уменьшается на 10. Значит, в следующем примере у нас будет 30 уменьшаемое и 4 вычитаемое. 30 уменьшаем на 10, будет 20. А вычитаемое уменьшается на 1, то есть будет 3. То же самое, ребятки, у нас будет и в этом столбике. Теперь, ребятки, давайте мы с вами решим примеры первого столбика. Если от 80 отнять 9, у нас получится, ребятки, 71. Если мы от 70 отнимем 8, у нас получится, ребятки, 62. Если мы от 60 отнимем 7, у нас получится 53. Если от числа 50 мы отнимем 6, у нас получится 44. Теперь, ребятки, обратите внимание на разность. К примеру, в первом столбике вы видите, у нас число в разряде единиц увеличивается на 1, а число в разряде десятков, наоборот, уменьшается на 1. Оставшиеся примеры, ребятки, вы вычислите самостоятельно сами. Итак, ребятки, наш урок подошел к концу. Выполните, пожалуйста, самостоятельно дома задание номер 2, 5, 6 на странице 43. Всего вам хорошего, берегите себя, носите маски в общественных местах, чаще мойте руки, кушайте побольше фруктов и овощей. Всего вам хорошего, берегите себя.